Это датчики движения, которые с инфракрасным элементом. Еще есть датчики движения, которые работают на принципе радиовол. Физику уже все проходили, да? Знаешь, что такое радиовол? Это не вопросы школьной викторины. Мальчишек и девчонок пригласили к себе сотрудники полиции Уссурийска. Стражи порядка отмечают 27 марта профессиональный праздник – День образования Росгвардии. В честь события правоохранители устроили День открытых дверей, где делились со школьниками особенностями своей службы. Юные слушатели узнали отличие пистолета-пулемета от автомата, услышали правильное название наручников, ознакомились с секретами технического оснащения и экипировки бойцов в неведомственной охране. С боков видите, да, тут ткань. Это не просто ткань. Это полиамидный материал, который защищает от удара холодного оружия, допустим, от ножа, от заточки какой-либо, от острых предметов. Это вот этими жилетами защитными экипируются наши сотрудники, когда отрабатывают сильного тревога. История национальной гвардии берет начало со времени появления войск внутренней стражи императора Александра I. В дальнейшем царских жандармов сменили бойцы ВЧК ОГПУ. Названия структур менялись до 2016 года, когда образовалась Росгвардия. А вот задачи оставались прежними – стоять на страже государства и общества, порой и в боевой обстановке. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии сегодня задействованы в самых различных операциях и мероприятиях. Девиз Росгвардии – всегда на страже. Мы всегда на страже. Патрульные автомобили сотрудников в день открытых дверей также попали в прицел пристального внимания школьников. Мальчишки и девчонки проверили громкость спецсигналов и кнопки включения проблесковых маячков. Как сообщили правоохранители, некомплекта людей у них нет. Но если у детей в будущем возникнет желание… Двери нашего подразделения открыты всегда, не только в день открытых дверей, а также и для приема на службу. Мы принимаем на службу как ребят, так и девушек, годных по состоянию здоровья, у которых есть возможность пройти вступительные квалификационные испытания. Встреча Росгвардийцев и школьников завершилась совместным фото. В планах у стражей порядка и далее работать с молодежью, воспитывать достойную смену нынешним сотрудникам правоохранительных органов. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс.